Всем открыта дверь к небесам, но не каждый снёт войти. Едем на Донбасс. Для Михаила Чудакова и Михаила Стрельцова это непростые слова. Артисты регулярно ездят выступать в зону боевых действий. Говорят, в годы Великой Отечественной песня поднимала боевой дух, шла солдатам в бой и становилась верным другом. Сейчас уже совсем другие времена, однако своей актуальности не теряет. Скорее наоборот, за ленточкой она для солдат, как глоток свежего воздуха. Тылу мы рассказываем о фронте, фронту мы рассказываем о тылу в такой музыкально-поэтической форме, делаем песни-репортажи, очень похожие по своей сути на творчество Владимира Высоцкого, Юрия Висбора, которые были непревзойденными мастерами именно этого жанра. Очень много стихов и песен других поэтов из Самары, из Тольятти, из Москвы также отзываются в наших душах, наши песни отзываются в их душах. И вместе мы даем такой накал зрительскому залу, что под конец просто зрители встают, аплодируют, подпевают, зажигают фонарики на телефону. Действительно, это не пафос. Пока мы едины, мы непобедимы, вместе мы сила, победа будет за нами. В Самаре стартовал патриотический фестиваль бардовской песни «За победу». На протяжении двух недель на площадках региона пройдут концерты творческих коллективов. Артисты из Москвы, Самары, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга исполнят военные песни и прочитают стихи. Песня всегда была и остается одним из главных средств укрепления души настоящего воина, который сидит в окопе, ему холодно, у него настроение не очень хорошее, но он понимает четко, что вот ты как в 41-м году политрук Кулачков, за нами земли нет. Организаторы отмечают, важно с родних лет воспитывать молодежь в духе патриотизма. И творчество этому способствует. Мы выезжаем в школу, поем эти песни там, рассказываем им о той ситуации, которая происходит сейчас в стране и за рубежом, и о целях нашей специальной военной операции, то есть о мужестве и будущей наших героев. Завершится фестиваль 23 февраля. Большим гала-концертом. Здравствуйте, друзья, однополчане, как приятно видеть ваши вы. Вспоминаю часто, как лазили в Афгане, думая о доме и родных. Ксения Баканова, Константин Головин. События.